У Магрита есть картина, зонтик над стаканом воды. Называется «Каникулы Гегеля». И объяснение. Ему хотелось необычным образом нарисовать стакан воды. И так само собой получилось, что получился зонтик и стакан воды. И Магрит подумал, что это удачная находка, и что Гегелю могло бы это понравиться. Например, когда он был бы на каникулах. И поэтому он называет свою картину «Каникулы Гегеля». Значит, стакан с зонтиком. Я думаю, если бы Милош узнал, что он появляется в контексте бабки Любки, лихой, симпатичного сурка, и что о нем говорит человек, докладчик, про которого, можно сказать, только на сленге, ни разу не полонист. Вот это вот общее сочетание, за которое я прошу прощения, но вот не могла удержаться. Теперь, следующее. Гетеротопия. Гетеротопия вообще термин медицинский. И означает перемещение части какого-то внутреннего органа в другое место. Ну, соответственно, гетероситопус – другое место. Ну, грубо говоря, это не медицинский пример. Так вот, если бы у вас сердце было не с левой стороны, а с правой, то в этой гетеротопии другое место. Хотя вообще гетерос – это один из двух. Но можно и думать о том, что речь идет о чем-то ином, вообще не обязательно из двух. И в оправдание обращения к Милошу еще скажу, что Милош все-таки не только польский поэт, так что можно о нем говорить, как я надеюсь, и не полонистом. Первое и второе. Я говорю не с точки зрения литературы ведения, не с точки зрения структуры текста, не с точки зрения заимствований, перекличек и так далее. Это чисто семиотическая попытка рассмотреть некое направление у Милоша. Из медицины гетеротопия гетеротопия перешла в гуманитарную благодаря Мишелю Фуко, который в 1967 году прочел небольшую лекцию для французских архитекторов о специфических местах, которые вносят разрыву, видимую бесшовность, непрерывность и нормальность повседневности. Ну, то есть, грубо говоря, мы все время в повседневной жизни переходим из одного пространства в другое. И Фуко, который совершенно, в общем, забыл об этом своем предложении, никак его не развивал, но, тем не менее, написал текст о других пространствах, где и описывает разные пространства, странные пространства, необычные, в которых живет, передвигается и перемещается человек. Это было подхвачено, конечно, архитекторами и урбанистами, и сейчас стало относительно модным. Предлагаются такие темы. Мол, как агора. Мол, с двумя «Л». Но, по-моему, с таким же успехом можно и с одним «Л». Мол, как агора. То есть рассматривать любое новое пространство, иное – хетеростопус, как что-то странное, необычное, из чего и состоит то большое пространство, в котором мы и живем. Но в одной из статей, посвященной толкованию Фуко, что он хотел сказать и так далее, промелькнула, по-моему, вполне здравая мысль, что Фуко восполняет некий недостаток в обозначении пространства. То есть при существовании утопии и дистопии чего-то не хватает. Утопия и дистопия говорят о нереальных мирах, о том, чего нет, или дистопия – тоже нереальный мир с глубоко отрицательной характеристикой. А есть ли такой мир вполне реальный, который существует для каждого из нас, ну и тем более для поэтов, художников и так далее, то есть для артистов в таком французском понимании слова, который, с одной стороны, вполне реален, но с другой стороны и не совсем существует в памяти, в воображении. Вот это некий, некая гетеростопус, некое совершенно другое место. Наш мир рассматриваем с другой стороны. И Милош начинал сам мой интерес к тому, что я стал читать его книгу «На берегу реки», на Бжеку-Жеке, где он описывает вполне реальное пространство. Он через 52 года, после 40-го года, впервые вновь оказался в Литве и попал в Шетейне, то есть вместо своего детства в усадьбу родителей. описывает вот это литовское пространство он практически без единого топонима. То есть, если строго говоря, там топонима 3. Последнее стихотворение называется Шетейне. Вот, собственно говоря, он раскрывает то, о чем он говорит. В одном стихотворении Неман появляется и Пейсква деревни вот в этом же стихотворении Шетей. А мы знаем, что он описывал чрезвычайно подробно свой литовский ландшафт. И в этой же книге «На берегу реки», когда речь доходит о Вильнюсе, подробности и топонимы появляются. Ну, и Вильнюс действительно описан Милошем в чрезвычайных топонимических подробностях, но при этом называется «Город без имени». Река на берегу реки. Ну, река-то это абсолютно в данном случае конкретное. Ну, или две реки, то, что в Вильнюсе, и река не вяжет, не вяжет в Шетейне. Нет, там этого нет. Я не буду говорить о общем месте, что для Милоши значит река, символ реки, почему он всегда обращается лицом к реке, Гераклит и так далее. Это действительно общее место, такое семиотическое, что значит река. Но тут действительно он описывает некое свое пространство. Он описывает его чрезвычайно точно, но в то же время это гетеростопос. Это то, что существует, но существует в другом. Реальное пространство, но пространство другое. Милоши о себе говорил. В конечном счете, я бы сказала, что цель, которую я преследую, это реальность. Поэтому мне хочется отойти от вот этих, от символического в поэзии Милоша. Опять повторяю, то, что лежит на поверхности. И совершенно другой способ описания этого пространства. В интервью с Бродским он говорит, что он любит старых мастеров, которые могли взять кусок большого холста, отрезать, преобразить его. И ты видишь целый мир в этих маленьких границах. Вот это то, что делает Милош со своими ландшафтами, пейзажами. Вот к этому его высказыванию мне кажется такой идеальный пример стихотворения «Столовая», где просто описывается интерьер. Там ничего не происходит. Ну, если не считать, что происходит то, что мать начинает разливать суп. движение появляется в последней строке. Но что это за пространство? Это уже не реальная какая-то комната. И стоит ли давать комментарии, выяснять, откуда взялось подробное описание этого интерьера. в одном контексте стоит. А в общем, мне кажется, это не так. То есть есть вещи более существенные. и несколько примеров стихотворений, где появляется это пространство, как мне кажется, гетеротопическое пространство. Причем каждый из этих примеров у меня вмещается в некий более широкий контекст. Я начну с стихотворения Миттельбергхайм, где описывается, ой, важное для Милоши стихотворение, где описывается ландшафт, пейзаж, окружение Миттельбергхайма. Виноградники, табак, который сушится под виноградниками, осень, горы. Но этот пейзаж он не видит. Этот пейзаж, он в полусне. Он просит не открывать ему глаза. То есть он описывает пейзаж вполне реальный, но пейзаж, которого он не видит. Где такой пример? Ну, просто напрашивается инфинито Леопарди. Самое хрестоматийное стихотворение Леопарди, где описывается пейзаж Карл Мифьюк, Эстермо Колли, как мне дорог этот пустынный холм и изгородь, которая закрывает от меня большую часть горизонта. Но я вижу этот ландшафт, пейзаж в своем воображении. И мне сладко тонуть в этом море. Теперь первый там лук должен быть. Теперь посмотрите стихотворение Лук. Лук. Это стихотворение из вот этого путешествия в Литву. Скажите, вы можете сказать, что это описание того луга, который он видел в детстве? Что это то самое конкретное место, которое он всю жизнь искал, нашел и вот. А как перевести это распозналом? Вспомнил, увидел, опознал, распознал. Мне кажется, именно это этот глагол и описывает перевод этого стихотворения в другую плоскость, этого ландшафта в другую плоскость, гетеротопическую. И посмотрите последние строки, ну, это просто совпадение с леопардой. У него кончается леопардой, и мне сладостно тонуть в этом море, это совершенно, я вдруг почувствовала, что исчезаю и плачу от счастья, ни в коем случае не имею в виду ни интертекстуального совпадения. Так, теперь, второе стихотворение называется цитатой из Мицкевича, из баллада Мицкевича. Это стихотворение, в котором, собственно говоря, пейзажа нету. Это стихотворение, посвященное героине, которое описано таким образом, что дает основание комментаторам ее отождествить. Но для нас это совершенно неважно. как же она описывается, что а там у нас нету перевода нету? А, не было перевода. Хорошо. Я не буду читать стихотворение, не буду. Единственным доказательством существования панны Х является мое писание. стихотворение, столько, сколько я буду жить, столько она будет недалеко от мест, которые любила. Вот это одна строка, и потом дальше, она тут в своей окулицей, она тут в своем пространстве. Вот что это за пространство? Это опять-таки из предыдущего стихотворения, из того, что это помещено в сборник на берегу реки, мы можем отождествить, что это то самое литовское пространство, которое для Милоша и составляет вот этот вот хетеростопос, особый мир, может быть, основной мир в его жизни, места, которые и он любил, места, в которых он и будет. И последнее стихотворение Дяну, третье, это уже из другого сборника, это элегия для НН, которая целиком построена действительно на ландшафтах, на ландшафтах, на описании ландшафта. все места названные, они реальные. Стихотворение посвящено НН, которое к автору так и не пришло в Южную Америку откуда-то. Оно все построено на описании маршрутов. Это перевод, кстати, Бродского с перевода Бродского Милош очень ценил. Вот идет совершенно реальный маршрут, который должна проделать героиня, чтобы увидеть героя. Откуда она должна, где? Это идет первая страфа описания Южной Америки. Все совершенно точно. А вот тут начинается самая гетеротопия, где что вспоминает автор, какой его мир? Это мир к краю озерном. Сети вот совершенно не понимаю, то есть я понимаю, почему Бродский низкое, литовское небо, чтобы сохранить такую музыку стиха. Но совершенно не тот пейзаж получается, потому что сети растянутые под литовским небом и сети под низким литовским небом это все-таки разные вещи. И дальше идут только детали вот этого пейзажа, в котором мы узнаем пейзаж литовский. Но где он? Где это все происходит? И нужно ли нам в принципе нужно ли такой реальный к этому комментарий? Теперь следующий. Дальше через вот эти пространственные характеристики начинает проступать конечно тема войны, тема Холокоста. И дальше воспоминания о прошлом. Опять-таки где это? Это нечто такое польско-литовское. А теперь а где находится героиня? Вот это уже важнее. Она изъята из этого идеального мира и переселена. А куда? Вот это я не знаю. Ну, то есть это может быть такое исторически. К стенам дома, с которых навеки смыта кровь хозяина немца. Ну, где это? Силезия, Пруссия, где это может быть? То есть характеристики мест единственное то, в чем проявляется идея этого стихотворения. мы угадываем вот этот литовский ландшафт или польско-литовский ландшафт, ну, в таком широком смысле, скорее, в географическом смысле, который, ну, как мне кажется, для Милоша был не просто существенным, вот такой основной частью его существования и его поэтического существования. И вот такие переходы от просто описания ландшафта к высоким идеям, к памяти, к трагедиям. Опять-таки, у меня возникает параллель с пастернахом. Ну, пастернах и стихотворение, во всем мне хочется дойти до самой сути. И дальше идет перечисление, что именно и как потом вдруг это переходит на такие сравнения с природой, с садами, с липами и так далее. И потом совершенно неожиданно. Так некогда Шопен вложил восьмое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. То есть, ну, а как это реально прокомментировать? ну, в общем, никак. Возникновение в у поэта вот этого такого гетеротопического пейзажа, так мне кажется. И что, собственно, ну, во-первых, что этюды Шопена, мы же не можем сказать, что Шопен в этюдах описывал польские пейзажи. И это такой общий пейзаж, что он польский, мы предполагаем только из-за слова фольварк. А вообще это такой знакомый нам среднерусский, что ли, пейзаж и описание усадьбы, парки, рощи и могилы чего? Парки это как-то по-другому. Вот, я к этому и подхожу. Я хочу сказать, что вот это гидротопия и есть, что это Пастернак мог описать и по переделке, но это то же самое. Усадьба, парки, рощи, ну, не по-теперешнему, естественно, и могилы. Все это было. Ему нужен вот этот фольварк, поскольку идет Шопен. И как только появляется вот этот Шопен, фольварк и так далее, так пейзаж, как мне кажется, переходит в гидротопию. Мне кажется, что я уже время пере... еще есть пару минут. Ну вот, простите за такое, как сказать, я не могу назвать это сбивчивым, хотя это является сбивчивым, поскольку такова была моя цель показать какие-то совершенно разные гнезда пространственные, ландшафтные, показать, насколько это важно для поэзии, при том, что важно не описание природы, а конструкция вот этого особого мира, то есть гетеростопус, при том, что и тут я подобрала примеры, повторяю еще раз, исключительно реальные. На берегу реки вообще все можно отождествить и назвать именами, да и в других примерах, скажем, тот же инфиниту в Реканате при музее Леопарде, там место, совершенно соответствующие, знаете, немецкой традиции Ахтунгшене Ауссихт, место, с которого смотрел Леопарде, когда он писал инфиниту, бесконечность, то есть пейзаж совершенно реальный, но в гетеростопическом мире эта реальность, она важна лишь в том отношении, что этот мир противопоставлен утопии, дистопии, нижнему миру, верхнему миру, это именно наш мир, но он другой, все. Спасибо. Да, тебе нравится? Вот, мне тоже. Нет, ну понимаешь, вот это, сукню перевести, я понимаю, почему он заменил юбку, чтобы вот это вот желание сохранить мелодику стиха, оно к тому, что ты никогда и все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить. Мне не нравится. Тем более, что мы находимся в доме Балтрушайтиса и не тут Протский, и я просто хочу, чтобы тут прозвучал фрагмент рассказа Томаса Венцлова. Что? Чтобы тут прозвучал фрагмент рассказа воспоминания Томаса Венцлова, который был проводником для Бродского в польскую культуру. Он его учил из иконы, знакомил его с поэзией, и вот уже накануне отъезда или там высылки Бродский его спрашивает, уже начитавшись польскую поэзию, ну, значит, какой-то там 71-й год, Бродский спрашивает Венцлова, как ты думаешь, кто первый поэт Польши? Вот я считаю, что сбегнет Херберт, а Венцлова отвечает, да, Херберт просто первый, но там, знаешь, есть еще один, Чеслов Милош, да, а кто такой Милош, спросил Бродский, и с этим уехал, и вот там уже начался, да, вот, и Милош его рекомендовал в Нобелевский лауреат и так далее. У меня несколько формальный вопрос, это все замечательно, но я не понял, при чем здесь гетеротопия, потому что если мы определяем гетеротопию через Куко, то это пространство, в котором существует что-то разное, то есть что-то противоположное. Исходя из вашего анализа стихотворения Милоша, я увидел его восприятие пространства, но не вот это вот, не две противоположности в одном пространстве. Мне просто, я хочу для себя уяснить, как именно вы определяете гетеротопию в Доносе. Если вы имеете в виду, какое отношение имеет к Фуко, да? Да. Никакого. Никакого. Это уже недостатки Малей, я сказала, что вот все это, подхваченное урбанистами, пошло в определенную сторону, и там действительно началась и теория, я этого не касаюсь. И я сказала, что, а мне кажется, что у Фуко, то есть Фуко можно развивать в другом направлении, когда он нашел термин для того мира, который не описывается дистопией, утопией, не описывается нашим миром, нижним и так далее. Вот это вот. К Фуко никакого отношения не имеет. Но, поскольку гетеротопия была введена им, уже не упомянуть нельзя. Татьяна Владимировна, у нас в Фильнюсе в 2013 году проходила конференция гетеротопии. То есть вся конференция была посвящена проблеме гетеротопии, и там оказалось, что все в литературе можно этим назвать. И, да, и вот это привело к такому, ну, к такой девалвации термина, хотя он сам по себе на самом деле насыщен и структуралистки насыщен. Вот это очень структуралистская статья у Фуко другие пространства, потому что он там определяет его земли, сколько я уже не помню признаков, и они там на оппозиции определяются. Вот. И а у меня там статья пейзаж как гетеротопия. То есть пейзаж как гетеротопия. Пейзаж как гетеротопия. Моя статья там. И потом появился сборник. Но я думаю, что все-таки придерживаться Фуко нужно, потому что без него это вообще все. Особенно в современном мире, где каждый живет в своем индивидуальном, виртуальном каком-то пространстве, все мы в гетеротопии. что начало придерживаться Фуко. Фуко. Да. Для того, чтобы соблюдать какую-то дисциплину академическую. Если говорить действительно, любая классификация нужна, то есть деление пространства. и это скорее пост Фуко, потому что он написал о гетеротопии, он один раз это сказал в лекциях, не определив, что это такое, написал вот другие пространства, где описывает кладбище, зеркала, финские бани и так далее. и тому подобное. То есть действительно классификация пространства. А когда начинают теория урбанистов, да, из этого можно что-то извлечь, но это уходит действительно в чистую теорию. Мне это уже недостаток изложения. Было меня поразил вот этот особый ландшафтный мир Милоша. У Милоша как-то мне кажется вот эта установка на апокатас... апокатас... да, 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 да. Апокатасасис, да, возвращение пропавшего мира в ну возрождение и возвращение после времени, да, вот, и это вера, и он как-то через свою поэзию пытался этот мир постоянно восстанавливать. И на самом деле это гетеротопия, да, это, то есть мир, который был и который возрождается, вот тот мир, который возрождается. Я имела в виду ту технику, что ли, технику Милоша, какое он это пространство описывает. Это действительно просто «Werden Dichter will verstehen muss in Dichter's land again». То есть надо идти в его пространство, в его место. А для него место, у Милоша, но я думаю, вы согласитесь, при всех вот этих его путешествиях и так далее и все. И это, конечно, Литва. Или польско-литовский вот этот вот континуум, скажем. К этому он и возвращается. И описывает его, он всегда реальный. Нету таких у него вот этих апоката, я тоже не могу это произнести. Да, 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 да. Этого нет. Он описывает совершенно конкретно вот этот же лук и так далее. Так же, как описывает конкретно инфиниту Леопардзи. И вы описываете так же, причем Леопардзи, так же, как Милош Митлберсхайме, он описывает пейзаж, которого он не видит. Там же основное, как не этот пейзаж, и это изгородь, который отнимает у взгляда большую часть горизонта. То есть, он описывает то, что он не видит. Но видя и созерцая, он воображает все это. Но что значит воображает? На самом деле этот пейзаж существует. Это тоже самое, как мне кажется, у Милоша вот в этом, в лугу, когда он вдруг он именно распознал этот луг, это я уж из такого, из общеславянского, я думаю, есть основание. Так вот. Он распознал его как что? Он его узнал? Или он понял, что это луг? Этот луг совершенно конкретный. Но он его описывает уже в рамках некоего другого пейзажа. Я теперь вижу, что действительно гетеротопически неудачно я к этому. Надо или что-то придумать другое. Можно было бы аулотопия, но тоже неудачно. Тут действительно гетеротопия сбивает. Почему же я Фуко упоминаю, а потом отрицаю? Вот так вот. Но Милош меня действительно поражает своими ландшафтами. Я бы хотел как-то перевести весь этот разговор из плоскости литературной в реальную. Дело в том, что я не знаю, что имел Фуко, думаю, что нет. Но реально на самом деле все пространства, которые упоминаются в этих стихах, а также многие другие, после того, как прошли определенные исторические события, стали пространством гетеротопия, в том числе и пространством города Москвы. То есть в этом пространстве есть разное, в том числе и то, что было когда-то, в том числе и совершенно другое пространство, которое либо появилось, либо появляется, либо будет появляться. И мне кажется, что вот это определение реального пространства, пространства, в котором действительно, как вы сказали, сосуществуют какие-то совершенно противоположные допуски, противоположные места, как гетеротопия, оно лежит в основе того, что Милош в конце концов пытается понять, что же такое он вспоминает, вспоминает ли он какое-то реальное пространство, которое он знал, или вдруг он подозревает, что это реальное пространство, если он его увидит, уже будет совершенно не таким. Действительно, ведь у Милоши есть специальное объяснение того, что ни один пейзаж не остается неизменным. Меняется все время, нельзя узнать, в одну реку нельзя войти дважды и так далее. Поэтому его пейзажи и вот этот же лук, поэтому что этот лук? Это лук, который он видел в детстве? Это похожий лук? Это нечто другое? Все это вот таким образом сходится. Как это назвать? лук, что он снимает? Продолжение следует...